Пятый класс, 33 серия. Решение задач. Задача первая. Верно ли, что для х, равного 6? Три утверждения верные, а два нет. Давайте решим эту задачу на числовой прямой. Отметим на числовой прямой некоторые числа. Чем правее, тем число больше. Первое утверждение. 3х больше 15. Значит, х больше 5. 15 надо разделить на 3. 5 не подходит. Подходят те числа, которые больше 5. Второе. х больше 10. 10 исключается. Подходят те, которые больше 10. Третье. 3х меньше 24. Значит, х меньше 8. 24 разделить на 3. Будет 8. Четвертое. х не больше 7. Не больше 7. Не больше 7. Это значит 7 и меньше. 7 и меньше. И пятое. х не меньше 9. Значит, 9 подходят и те числа, которые больше. Если х равен 6. 6. Вот для числа 6 верными будут утверждения первое, третье и четвертое. Вот три верных утверждения. И два неверных. Это второе и пятое. Задача вторая. Найдите цифры пятизначного числа. Вот это, такого числа. Если известно, что это число делится на 12. 12 – это 3 умножить на 4. 3 и 4 – числа взаимно простые. Надо применить признак делимости и на 3, и на 4. Давайте начнем с признака делимости на 4. Число делится на 4 тогда и только тогда, когда две последние цифры числа образуют двузначное число, делящееся на 4. Значит, последняя цифра может быть либо 2, либо 6, потому что 32 делится на 4 и 36 делится на 4. Других вариантов нет для последней цифры. Так, допустим, последняя цифра 2. Какой может быть третья цифра? Вот здесь надо применить признак делимости на 3. Сумма цифр числа должна делиться на 3. Значит, третья цифра может быть 2, может быть 5, либо 8. Вот три числа, возможно. Эти числа будут делиться на 12. И еще три числа, когда последняя цифра 6, а третья цифра 1, 4 или 7. Еще три числа. Задача третья. Обязательно ли среди 16 монет достоинством 1 рубль, 2 рубля и 5 рублей найдется 6 монет одинакового достоинства? Допустим, это невозможно. Допустим, есть по 5 монет каждого достоинства. Сколько в таком случае будет монет всего? Всего будет 15. А по условию говорится, что 16. Значит, обязательно найдется 6 монет одинакового достоинства. Потому что 16 больше 15. Задача четвертая. Найдите число, 3 четверти которого равны 2 третьим от половины числа 360. Давайте это число обозначим за х. х умножить на 3 четверти – это будет 3 четверти от числа х. Это 2 трети от половины числа 360. Половина от 360 – это 180. 1 треть от 180 – 60, а 2 трети – 120. Если 3 четверти от х – это 120, чтобы найти х, надо 120 разделить на 3 четвертых. Ответ х равен 160. Итак, это число – 160. Задача пятая. В коробке 4 черных и 6 белых шаров. Какое наименьшее число шаров надо взять, не глядя, чтобы среди них наверняка оказалось два шара разного цвета. Что будет в наихудшем случае? В наихудшем случае будут взяты шары одного цвета, а больше всего шаров белого цвета. Значит, все 6 белых будут взяты. Но зато потом в коробке останутся только черные. Достаточно взять один шар, он обязательно будет черным. Вот и получится, что взято два шара разного цвета. Итак, ответ 7. Продолжение следует...